добрый день уважаемые трейдеры сегодня 17 ноября вторник и если вы меня видите на фоне красного логотипа компании инстафорекс то это значит что я продолжаю сотрудничать с этой брокерской компании итак сегодня у меня пока одна статья фундаментальная я хотел ей хотел предупредить трейдеров о том что по паре фунт-доллар и в принципе где по парам валютным где присутствует фонд сегодня возможно повышенная волатильность потому что идут переговоры по брексе в брюсселе шатка валка но они потихонечку продолжается поэтому фунтик может бахнуть куда угодно поэтому будьте внимательны с ним сегодня в том числе технических идей не даю потому что они по большому счету все одинаковые я продолжаю опираться на идеи который давал и в пятницу и в четверг прошлой неделе и вчера в понедельник давайте их освежим поехали значит первый инструмент у нас как обычно золотишко золотишко и рекомендовал продавать и начал цепляться в шорты от 61 фибы и от 50 жду возможный заброс вчера на европе золотишко очень здорово упала но потом его выкупили это конечно не очень хорошо для наших шортовых позиций но это не отменяет пока шортового сценария возможно еще под закинуть удочку наверх вплоть до 50 фибы то 1908 котировочка еще может быть да то есть я я готов вот к такому сценарию тоже в том числе потому что это нормально для инструмента такой гигантской волатильности посмотрим я думаю американская сессия будет будет четко показывать динамику но пока мы охотимся за уровнем 1847 не напоминаю что я работаю торгую и даю аналитику только по одной стратегии это price action и как цели это охота за стопами то есть меня не интересует этих анализ большинстве случаев и торгую против него вот поэтому мы здесь как охотники до находим хорошую цель и работаем вот нее сейчас хорошая цель по золото это 1847 что значит цель это уровень за которым могут скопиться покупатели золото и другого шанса поставить у них стопы просто нет так как рынок с большой вероятностью снимает и регулярностью снимает стопы поэтому мы используем стратегию как целевую эти уровни целевые для того чтобы зафиксировать прибыль и забрать деньги у тех кто скажем так попадает в определенные ловушки которые им расставляет рынок поэтому если золото забросится до болтенечка это все в кассу в любом случае риски у нас должны быть за 23 фибы примерно то есть это 1940 примерно вот здесь я считаю что лангу шартовый сценарий уже отменится поэтому мы торгуем широко здесь не надо мельчить да вы можете конечно понизить таймфрейм и там на полусекундном таймфрейм искать счастья но поверьте вы найдете там только нервной нервный тик поэтому шарты сохраняются либо работаем в широкую либо ловим на более мелких таймах сигналы на понижение по евро доллару продолжает развиваться большая дневная трехволновка которая зародилась в начале этого месяца в большинстве случаев я торгую трехволновки и выбираю для аналитики именно их ланговая инициатива откат упали на полтинник по фибе и те кто поверил 50 процент на откат сейчас находится в плюсе уже на 110 пунктов по четвертому знаку я в него не поверил поэтому я провожаю этот тренд печальным взглядом и не участвую в нем в качестве подтверждения лангового сценария является то что вчера американцы вы купили еврик всю сессию и делают они это уже четыре дня подряд началось это все 11 ноября американцы купили 12 купили 13 17 купили и я думаю что они продолжат покупать но я пока в этом ланговом паровозе не участвую британец британец сегодня кадрит потому что переговоры что они там решат никто не знает на самом деле даже борис джонсон если вы сейчас позвоните на телефон или позвоните и спросите борис что делать с фунтом он вам ничего не скажет он скажет покупайте рубли он же парень с юморком вот поэтому тоже как бы на дне очка все это похоже на бывший сценарий но но чем там решат непонятно если сейчас британцы опять опять станут в позу они любят это делать уже после брекста 16 года прошло уже 4 скоро пятый год конца края не видно этим всем историям вот то британец конечно может подвалиться но если они ну будет это прогресс переговор конечно он вырастет но как на этом заработать прям сейчас я вам не могу сказать поэтому я в этом пока не участвую может быть кубы это провокации заброса от кубки к не повышена волатильность но вот в таком вело текущем тренде то сегодня конечно удержался 32 уровень очень аккуратно на него закидывали удочку подрос слегка обновил день сразу сдулся но это говорит о том что трейдер пока аккуратненько потому что им просто не на что опереться в фундаментальном плане поэтому я тоже пока здесь ничего не предпринимаю вот жду каких-то интересных торговых возможностей доллар иена вчера я рекомендовал его покупать и сам купил от 50 по фиба и сижу пока в минусе на целых 15 пунктов кого-то это ввергает конечно в уныние но только не меня я сидел и в более глубоких минусах я думаю так же как и вы но фишка в том что если вы отрабатываете трехволновую структуру вам всегда понятен риск и вам понятно цена от которой начинается плюсовая рентабельность вашей сделки что значит плюсовая это значит выше один к одному то есть выше чем 50 на 50 если вы купили или только сейчас собираетесь купить доллар иену то а риски вам нужно будет ставить за импульс новостной в районе 111 пунктов по четвертому знаку но прибыль у вас уже будет 140 или по 161 фибе уже под 300 то есть вы понимаете свой торговое преимущество и понимаете риски большинстве торговых стратегий особенно ручных с рисками очень сложно потому что непонятно где выходить особенно если вы опираетесь на индикаторы либо всякие там геометрические скользящие линии трендеры поэтому я скажем так выбрал именно импульсный трейдинг то что всегда понятен риск вот от него как вы знаете нужно все считать поэтому ланговая идея по доллар иене в силе риски за минимум ноября месяца я думаю здесь понятно дальше кросс наши любимые кроссы пока у нас австралийские кроссы без изменений австралийс новозеландии зоны покупок в рамках сеточного метода торговли внизу и вверху и продаж я показал то есть пока цена не зашла в зоны где бы нам можно было тряхнуть долларовыми пачками и инвестировать в эти инструменты так дальше инструменты с франком канадец франк доллар франк доллар франк вчера от ну скажем так от той же торговой идеи что и по доллар иене отскочила 61 фибе вот если он сегодня приползет на полтинничек либо ниже тоже буду его подбирать но не фанатично потому что часть долларовая масса я перелил в доллар иену а доллар франк доллар иена они коррелируют через доллар потому что он здесь находится в качестве базовой валюты и не нужно на эти два инструмента наваливать одинаковые объемы к тому же еще не расчетно относительно вашего депозита тут лучше их распределить поэтому здесь все сохраняется лонговый сценарий можно взять взять от 61 можно взять от 50 можете это 38 сеткой лимитных покупок и рассчитать объем таким образом зацепит все быть в шоколаде зацепить часть но все равно останетесь прибыли так канадец еду ену пока не трогаем зоны где я хочу работать пока не достигнуты доллар канадец доллар канадец я от пин бара в лонгах вчера у нас был шортовый день если вы хотите купить нужен какой-то какое-то подтверждение серьезных лонговых амбиции этого инструмента пока вчера у нас поглощение такое неполное если сегодня дадут пин бар лонговый от него можно на него может быть опереться и уже сплести вот такую вот трендовую линию от которой можно строить свои лонговые инвестиционные идеи на 34 уровень за которым логично было бы поохотиться потому что площадка хорошая цель для покупок австралиец и новозеландец пока меня не притягивают я хочу по новозеландцу видеть пробой весенних вот этих супер хаёв вот он здесь заснул он конечно может обвалиться в любой момент вот но выше котировочки 60 сколько там 9 но в районе круглого уровня 07 было бы интересно поработать шорты как минимум на фиксациях то есть представьте что вы допустим покупали этот инструмент по разным причинам может быть угадали может быть у вас была какая-то инсентерская информация может вы просто талантливый трейдер и вы не знаете где зафиксировать прибыль и вы например сидите и визуализируйте свои прибыльные позиции на недельном таймфрейме как делают многие крупные трейдеры и у вас расчерчены круглые уровни индикатор которых я вам периодически высылаю на почту вот и вы думаете где бы закрыть свой очередной миллион долларов вот и впереди вас круглый уровень на всем его говорить вот здорово бы там закрыться и вот туда ставите take profit свой здесь на вас скорее всего вычисляют более мелкие трейдеры через стаканы там и так далее вот если ваш позиция зафиксирована то начинается какой-то ажиотаж и такая скажем так снежный ком продаж и фиксации лангов может начаться именно с вашей фиксации если вы более-менее крупный игрок и вас можно под вычислить то есть хороший уровень тут же плюс-минус два локтя по карте проходит уровень такой на поддержку сопротивления вот я думаю последовательно герчика его рисует примерно примерно здесь на где сейчас находится цена и было бы логично и опция на протянула вверх выбила тех кто торгует по уровням они закрыли позиции тут тут же знать начнут закрываться позиции покупателей на круглом уровне 07 и весь этот снежный ком может привести к хорошему шортовому сценарию связанному именно с фиксации быков последние несколько месяцев ну примерно так я понимаю вот и поэтому могу объяснить почему бы я хотел продать в районе круглоу 07 либо на близи него так давайте перейдем к вопросам на youtube канале по вчерашнему видео вчера это гигантское количество лайков спасибо вам поехали станислав какую торговую стратегию я говорил на m5 импульсы площадки на меньшем таймфрейме классная тема на самом деле у меня есть там пару видосиков на моем канале про это вот но я перепишу именно для инстафорекс и выложу у себя скорее всего я покажу как это работает вот покажу там свои отработки недавно недавно то есть это пятиминутная бцшки в том числе но большей части на европе на фунте на еврике на европейской сессии слома тенденции и довольно довольно хороший процент отработок сделаю напишу если не забуду так василий подскажите как форекс симулятор настроить на отрисовку баров точно по ценам закрытия я чуть не помню как там делается я помню как это делается в простом тестере но я отвечу вам скажем так в печатном виде когда проверю сам почему откроются сделки почему открываете сделки по нескольким брокерам потому что и управляющий мне предлагают денежки люди у которых они лежат у разных брокеров вот я ими занимаюсь так дальше александр спрашиваю здрасте смотрю обзоры вдохновляюсь хотелось бы услышать к темы мастер-класс вот это классная история смотреть человек прислал 5 тем мастер-классов который бы хотел услышать все темы огонь на самом деле я надеюсь если инстафорекс приметные условия по мастер-классам вот то мы мы зажгем в интернете конечно очень здорово так геннадий геннадий спрашивает спасибо смотрю прогнозу сожалею что раньше не наткнулся на видео так очень нравится коротко доступно без воды но признаемся общался обращался к анализам для того чтобы подтвердить либо про на опровергнуть свое видение рынка ваши прогнозы чистые стуки так спасибо видео хорошо все все почты собираю как будет готово видео отправлю геннадий но спасибо за за ваш отзыв что хочу сказать я вообще никогда никого не смотрел из аналитиков только когда начал заниматься таким легким блогингом начиная там со своего канала я просто пытался опереться на какую-то модель поведения там у разных брокеров брокеров аналитиков вот но чтобы черпать информацию кого-то никогда такого не было вот и фишка в том на самом деле что если вы определились торговой стратегии либо пытаетесь выбрать там из двух-трех и у вас есть симулятор торговли либо так называемый тестер форекс симулятор вам никто не нужен никакой аналитик вам не нужен если вы принимаете допустим стратегию импульсного трейдинга вы сами ее можете откалибровать набить хорошую там статистику в тренажере и рассчитывать на хотя бы подобную уже в реальности для этого не нужно смотреть на самом деле никто не знает куда пойдет цена не я не вы не борис джонсон не джо байден никто ничего не знаю да они могут периодически какие-то новости там кидать там неожиданные но это конечно там чистый инсайт но средний срок никто не знает куда пойдет поэтому вы должны понять в чем ваше торговое преимущество я например для себя понимаю торговое преимущество в том что торгуя один к одному а это необычно у меня скажем так вероятность отработки идей в районе 70 процентов все этого достаточно чтобы использовать либо консервативный либо разгонный money management оставаться в плюсе кто-то пытается пойти против математики торговать там один к трем к пяти к десяти и мечтают о каких-то числах там хороших соотношений но сожалению тратят на это только время и свою жизнь потому что проверить это в тестере и доказать обратно у них не хватает смелости думаете что все так просто нет такая вот корреляция что если золото падает а евро при этом растет вы глубоко заблуждаетесь нету никакой постоянной корреляции она может быть временная она я вам могу привести кучу примеров когда золото росло даже последний год еврик при этом падал понимаете и таких примеров масса и между евро долларом и фунт долларом и даже между евро долларом и доллар франком нету прямой корреляции тем более между золотом который понятно что она покупается продается за доллар и но в паре евро доллар как бы есть еще и евро на которые может может влиять и и и пресс-конференции cb и лагард и вот эти все brexit и и и по помощи коронавирусным в размере двух триллионов евро там ли около того понимаете поэтому выключите вот эти корреляционные прямые зависимости если у вас есть сигнал идея на покупку работаете если есть на другом на продаже работать вы можете заработать в обоих случаях но сказать вот я не я не не продаю золото потому что евро растет но понимаете это очень это глупо просто подойдите вот к зеркалу скажите эти слова и посмотрите на себя и потом потратьте время на вот эти корреляционные связи вы поймете что это просто ерунда как говорил один мой знакомый одесский трейдер торгуете то что видите а не то что знаете так александр хотел бы услышать мнение по этому поводу если откат по так по фунту я так понимаю если откат будет до 1 и 3 ваша идея на 35 в силе ланге скидывать сетку не закрывать прямо у вас такая каша в голове ну давайте посмотрим по фунту 1 и 3 смотрите фунт у меня по фунту позитивный бычий сценарий почему потому что у меня там хорошая цель то есть я знаю я уверен в том я не знаю я уверен что рынок сюда придет рано или поздно может он придет сегодня может придет через полугода но на 1 35 он будет как это произойдет сейчас он поползет наверх либо он будет флэйтить либо будет какие-то забросы я не знаю у меня был зацеп ланге с по фунту вот этого пин-бара потом после ланговой инициативы на выборах с отката я его тоже купил все других позиций у меня нет я пытался покупать с этого пин-бара меня выбило все работаю подняв к пин-бар я купил потом поглощение откат я купил все что он сейчас здесь будет делать я не знаю если он будет закидывать допустим к 1 и 3 как вы говорите сейчас например но это здорово если он будет валиться вот сейчас от отвесной черной свечой я его здесь не буду покупать не нужны какие-то подтверждения хотя бы четырехчасовые но лучше дневные вот и все то есть у меня плана на низ нет почему не потому что я какой-то упертый бык ланговый да папа фунту а потому что нет нет цели то есть я охотник за стопами у меня есть цель да я вижу здесь дичь вот или там я вижу здесь водопой которому придет добыча я сижу и уже зарядил ружье хочу выстрелить вот примерно так но в качестве для повода понимаете нужен ну чтобы выстрелить нужный пол я не могу просто сидеть из и стрелять по водопою закрытыми глазами дичь должна туда подойти поэтому вот мышление охотника она вот вашего то типу вашу путаницу в голове она проясняет вот кстати герчик написал записал не помню это был 16 17 год классную аудиокнигу которая называется в джунглях трейдинга если вы найдете ее послушайте ну там конечно много написано скажем так выбрана из его аудио передач там охотно герчика но мне понравилась сама стилистика что трейдинг охота охота трейдинг вот охота за стопами моя стратегия и охота как ну такой вот скажем так укажи каждый человек внутри охотник да то есть глубоко в корнях и вот если вот эти вот охотничьи инстинкты вытянуть да и к трейдингу при приклеить то это это неплохо работает именно для чего не до чтобы будете сразу круто зарабатывать вы просто будете по-другому думать вот если нет цели вы не охотитесь то есть охотник не пойдет допустим в лес когда ему захотелось просто так не знаю ли с ружьем или с арбалетом или там с автоматом калашников профессиональный охотник идет в лес в определенное время в определенные часы с определенным ружьем в котором лежит определенная дробь заряжена на определенную дичь которая в это время допустим ну скажем так ликвидно там шерсть у нее хорошие там ли мясо там наиболее там лучше и идя по лесу он не шмаляет куда попал потому что он голодный четко знает зачем идет и вот в нашей истории допустим охота за стопами price action это об это это просто важно то есть вы большую часть времени говорить я не торгую потому что мне нет цели я не понимаю зачем охотиться люди торгующие допустим по индикаторам они они могут позволить себе лезть в рынок при каждом их сигнале ну и сами понимаете чем-то заканчивается я вот за избирательную торговлю и за скажем так эксплуатацию охотничьих и инстинктов человека уже год торговли это помогает это делает торговлю проще и это на мой взгляд эффективнее надеюсь ответил на ваш вопрос так ну александр прям прям классно прям выпишу вот это все и будем по этому плану потихонечку работать так на этом у меня все друзья мои по фунту будьте аккуратны могут сегодня всякие провокации проходить может прям бахнет вот но волатильность может по нему подняться так но мы будем заканчивать контролируйте риски берегите себя успехов торговли и до встречи завтра утром на очередном обзоре для инстафорекс всем пока